День рождения транспортной полиции. 100 лет с момента основания ведомства. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло в областном дворце молодежи. С юбилеем всех поздравил Николай Чистоногов, начальник Владимирского линейного дела МВД России на транспорте. Именно от сотрудников транспортной полиции зависит защита граждан от криминальных посягательств на объектах транспортной инфраструктуры и их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, а главное грамотной и профессиональной работой. Роман Кавинов, заместитель председателя областного законодательного собрания, отметил вклад сотрудников транспортной полиции в обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018. Пускай в нашей области не было футбольных матчей, но нашу Владимирскую область, город Владимир посетили огромное количество туристов. Транзитный большой был поток пассажиров в Нижний Новгород и Москву. И при этом ни гости города, ни сами жители ни разу не столкнулись с излишними барьерами, с излишними ограничениями. И все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но они создавали ненужных излишних неудобств. Во время праздничного мероприятия отметили лучших сотрудников транспортной полиции Владимира, Мурома и Коврова. Им вручили цветы и благодарственные письма. Не забыли ветеранов отдела, их наградили медалями. Можно сказать, династия. У меня мама, дедушка военнослужащие, поэтому, в общем-то, все было предрешено. Почему в транспортную? Ну, в течение обстоятельств. Опять же, одноклассница моя, да, она работала в транспортной полиции и просто сказала, приходи. Женщины тоже многие могут. Иногда побольше, чем мужчины. Да, ну, в последнее время, вот за 10 лет, когда я только пришла в органы, было очень мало женщин. Отбор был более жесткий. Сейчас и женщины стали более мобильные, более уверенные, да, очень много спортсменов физически подготовленных. На юбилей отметили работу средств массовой информации. Благодарности получили журналисты телекомпании «Губерния-33» и «Вариант». Борис Пучков и Стас Трегубов. «Губерния-33».